На самом деле существует целых 10 видов псориаза. Для того, чтобы эффективно вылечить шелушение и покраснение на коже, нужно сначала определить, какой тип у вас. Сейчас быстро и легко в этом разберемся. Почему вообще появляется псориаз? Вместе с продуктами питания вы получаете питательные вещества. При псориазе нас особенно интересуют жирорастворимые витамины. Конечно, есть много того, что нас интересует, но все же жирорастворимые витамины заслуживают особого внимания, потому что основные механизмы клеток, их мембрана и защита состоит из животного жира, жирорастворимых витаминов и незаменимых жирных кислот. Так вот, даже не вникая в сам процесс, уже одно это намекает на то, что вы либо не кушаете источники этих веществ, либо не можете их усвоить. Весь интернет пестрит заголовками о вреде сливочного масла, сала, курдюка и жирного мяса. Наравне с тем, как до небес превозносятся растительные масла. Проблемочка тут только в том, что для того, чтобы переварить животные жиры, ваша печень вырабатывает желчь, а затем поджелудочная железа вырабатывает липазу. А вот для того, чтобы переваривать растительные жиры, липаза не подойдет, а другого фермента вы не умеете вырабатывать. Так повелось в природе человека. Поэтому если проблема в том, что вас запугали животными жирами, то тогда это решить просто. Если же проблема в том, что вам сложно переваривать животные жиры, тогда это решить сложнее. Но как минимум очищенные желчные соли в качестве пищевой добавки и липаза вам помогут. Допустим, вы попробовали таким образом скорректировать свое питание. Но почему же все-таки псориаз остается? Нельзя забывать, что псориаз – это аутоиммунное заболевание. Есть две главные причины, почему оно начинается. Дефицит витамина D и нечувствительность рецепторов к витамину D. Витамин D регулирует активность иммунитета. Если он не может работать по какой-то из этих причин, иммунитет будет слишком агрессивным. Кроме того, витамин D регулирует небольшие пептидные молекулы, которые отвечают за интенсивность воспаления. Если витамин D не работает, тогда этих молекул становится слишком много и воспаление становится чересчур интенсивным. И тогда прогрессирует псориаз. Если воспаление становится слишком интенсивным, вашим надпочечникам приходится вырабатывать значительно больше кортизола, который снимает воспаление. Для производства кортизола необходимо побольше витамина D. и получается, что дефицит витамина D только растет, псориаз только растет, а надежда на излечение стремительно сокращается. Витамин D не совсем заслуженно обзывают витамином. У него очень сложная структура, которая больше подходит к гормону. Да и функций в организме у витамина D колоссальное множество. Так как в организме все ресурсы рассчитаны по списку приоритетов, коррекция иммунитета не находится на ведущих позициях этого списка. Именно поэтому лечение псориаза в самом начале может быть похоже на танцы с бубном вокруг витамина D. И сложности с ним в том, что если нарушена работа, как минимум хотя бы печени или почек, или щитовидной железы, или кислотности желудка, или нарушена работа поджелудочной железы, всего один, любой из этих факторов не даст вашему организму работать корректно с витамином D. Как бы это ни было удивительно, этот процесс приводит к любому виду псориаза. Сам псориаз можно разделить на две группы. В первой группе обыкновенный псориаз, каплевидный псориаз, эритродермический псориаз, ладонно-подошвенный псориаз, псориатический артрит, обратный псориаз. Во второй группе генерализованный пустулезный псориаз, или псориаз Цумбуша, гипертиформная импетига, локализованный пустулезный псориаз, ладонно-подошвенный пустулезный псориаз, или псориаз Барбера, континуальный акрадерматит Алопа. На самом деле выглядит страшно, но чтобы понять, как вылечить, Необходимо хотя бы вкратце разобраться, что есть что. Вульгарный псориаз. Обычно в 90% случаев у вас будет именно вульгарный псориаз. Его характеризуют бляшки разного спектра красного оттенка с резкими границами. Сама бляшка покрыта белесыми чешуйками шелушащейся кожи. Обычно вульгарный псориаз поражает колени, локти, кожу головы и зону копчика. Если основываться на берлинском издании по дерматологии 2000 года и нью-йоркском издании 2008 года, то считается, что триггером именно к началу такого псориаза была травма этих мест. Для отшелушенных чешуек вульгарного псориаза придумали очень красивое название – феномен воскового пятна. Симптом, который однозначно указывает на то, что это псориаз, находится под этими феноменами восковых пятен. Если их соскоблить аккуратно, можно обнаружить влажный слой, прилипший к поражению. И называется он «феномен последней мембраны». Желательно вообще не шкрябать пятно, однако, если продолжить, тогда вы повредите хрупкие гермальные сосочки, и из их кончиков пойдет кровь. Каплевидный псориаз часто встречается у детей и в подростковом возрасте. Поражения появляются внезапно и выглядят как маленькие капли. Обычно начинаются после стрептококковой инфекции. В 80% случаев на эту форму псориаза влияет неправильная работа гена под названием HLA-CW6. Как внезапно этот псориаз появляется, так и внезапно он уходит, если вылечить стрептококковую инфекцию. Бывают, конечно, исключения, но все-таки с каплевидным псориазом все может быть достаточно просто. В среднем такой псориаз уходит за 3-4 месяца. Иногда очаги поражения увеличиваются, принимают форму псориатической бляшки. Тут как повезет. Ну а если серьезно, это будет зависеть от внутреннего состояния организма и какая у человека аутоиммунная реакция. Если вы страдаете псориазом, то есть 3 пути решения убрать проявления на коже. Отрегулировать питание и восполнить нехватку витаминов в организме. Это длинный и сложный процесс, требующий большого вовлечения и контроля над собой. Второй – это воспользоваться гормональными мазями. Это быстрый, но вредный способ, который вернет вас в исходную точку. Но зачастую почти всегда может сделать все значительно хуже в перспективе. Есть средства, которые дают почти моментальный результат и облегчение состояния кожи без изменения пищевых привычек. Крем, который убирает все симптомы псориаза и не вызывает привыкания, как гормональные средства. Формула крема не содержит гормоны, а только натуральные необходимые питательные вещества, которых так сильно не хватает клеткам кожи с псориазом. Крем Соникан помог уже более чем 800 пациентам полностью избавиться от псориаза. Видимо, эффект наступает уже через 5 дней использования, а полное избавление от пятен псориаза происходит в течение 1-3 месяцев, в зависимости от размера участка поражения кожи. Рассчитать длительность использования можно на специальном калькуляторе абсолютно бесплатно, по ссылке в описании к этому видео. Если вы устали пробовать дорогие и дешевые мази от псориаза без долгосрочного результата, Соникан – это то, что вам необходимо. Ретродермический псориаз. Простыми словами, это псориаз без белых чешуек. При этой форме псориаза, к сожалению, поражение обычно происходит на 80% поверхности тела. При таком воспалении могут перекрываться каналы водного обмена кожи. Если назвать всё это человеческим языком, а не как в учебниках, под кожей могут формироваться папулы, пузырьки с жидкостью, как при дисгидротической экземе. Такие пациенты очень часто подвержены переохлаждению, потому что в пятнах ретродермического псориаза стенки кровеносных сосудов расслабляются и не держат свой тонус, что мешает регуляции температуры тела в красных пятнах. Если вы успели позавидовать, что при ретродермическом псориазе не шелушится кожа, что ещё может быть лучше? Мы вам ещё сейчас накидаем фактов. Из-за такого состояния кожи теряется белок. Это приводит к отёкам ног, а также к сердечной, печёночной и почечной недостаточности. Поэтому не спешите завидовать такому добру, потому что эритродермический псориаз – это осложнение вульгарного псориаза. Хоть и может начаться самостоятельно. Существует значительный риск сердечно-сосудистого шока или септического шока. Это тяжёлое, потенциально смертельное и сложное в лечении картина псориаза. Ладонно-подошвенный псориаз. Обычно этот тип псориаза симметрично поражает ладони, рук и подошву ног. Причём внешняя часть ладони и ступни поражается чаще, чем внутренняя. Покраснение встречается реже обычного, но когда появляется, цвет ближе к розово-жёлтому. При этом в виде псориаза характерна именно толстая чешуя, похожая на отсыхающую старую кожу с обширного волдыря. После долгого ношения каблуков – псориатический артрит. Такой псориаз встречается в среднем примерно в 0,06% всех случаев псориаза. Если у вас уже есть другая разновидность псориаза, шанс, что у вас будет псориатический артрит, составит 6,2%. Если у вас очень обширное поражение псориаза или разновидность пустулёзного псориаза, о котором я вам расскажу чуть позже, шансы заболеть ещё и псориатическим артритом уже будут 35%. Извините, если огорчили, особенно если вам за 30%. Потому что в основном он проявляется после этого возраста. Ну хотя бы этот вид псориаза гендерно равный и не имеет предпочтения, будь вы мужчина или нежная прекрасная половинка населения человечества. Обратный псориаз. Несмотря на странное название, всё достаточно просто. Этот псориаз поражает участки изгибов и складок кожи. Из-за постоянной влаги и трения кожи, поражение проявляется в виде ярко-красных пятен, симметричных, с проникающими трещинами в бляшки, с чёткими контурами. По сути, такая структура пятен напрямую указывает на то, что у человека обратный псориаз. Такая форма псориаза более устойчивая к обычному медикаментозному лечению. И чаще всего встречается у пациентов с лишним весом и склонных к сибореи. Перед тем, как продолжить рассказывать о видах псориаза, вы поймите, что на некоторых стадиях лечения без врача точно не обойтись. Однако, убрав опасную стадию псориаза, можно заняться профилактикой своего здоровья. Вы можете зайти в кожевый диспансер и поинтересоваться у сторожилов псориатического отделения. Как долго они живут без псориаза? После гормональной терапии или химиотерапии? Мы сейчас ни в коем случае не отговариваем вас от лекарств, которые вам выписывают врачи, и от их курсов лечения. Более того, мы только за, если вы с интересом решите самостоятельно изучить летальность генноинженерных препаратов от псориаза или побочные действия обычных препаратов. Всегда нужно взвешивать все «за» и «против». А вдруг это вообще чья-то клевета, что генноинженерные препараты вызывают агрессивный рак? Однако, какую бы вы ответственность на себя не взяли, без профилактики причины псориаза он всегда будет возвращаться, как будто ему здесь медом намазано. Итак, псориаз в цумбуше или генерализированный пустулезный псориаз – это редко встречающаяся форма псориаза, которая прогрессирует с образованием пустул. Пустулы – это как папулы, однако разница в том, что в папулах у человека прозрачная жидкость, а вот в пустулах содержится гной. Чаще всего встречается в позднем подростковом возрасте. Псориаз в цумбуше может развиваться независимо или как осложнение вульгарного псориаза, например, вследствие резкой отмены системного лечения стероидами или аллергической реакции на новый препарат. Начало псориаза в цумбуше может начинаться вместе с высокой температурой, усталостью и болями в суставах. Конечно, пустулы высыхают, но на их место приходят новые. Ну или не на их место, а рядом, ну вы поняли. Псориаз в цумбуше следует незамедлительно лечить в больнице. Если эту форму не лечить, острая фаза может привести к летальному исходу. Герпетиформная импетига. Тоже редко встречающийся тип псориаза. Также известный как генерализованный пустулезный псориаз беременных женщин. Он характеризуется воспалительными поражениями, покрытыми пустулами, которые начинаются из разных складок кожи. К сожалению, такие пятна, помимо всего прочего, имеют тенденцию соединяться друг с другом, образуя большие площади. Поражения зудят и вызывают ощущение жжения. Имеют неприятный запах и поражают слизистую оболочку. Герпетиформная импетига чаще всего встречается в последнем триместре беременности. Или в послеродовом периоде. Если не решить причину этого псориаза, при следующей беременности он почти гарантированно может повториться. Локализованный пустулезный псориаз делится на два типа. Первый – это псориаз барбера. Этот псориаз чаще всего встречается у женщин. Или если у ваших близких родственников уже был ладонно-подошвенный пустулезный псориаз. При псориазе барбера пустулы бывают 2-4 мм. При этом чувствительность в таких местах заоблачно высокая. Второй – это болезнь алопа, которая обычно характеризуется очень стремительными и обширными пустулезными высыпаниями в центральных участках тела. Но они также часто поражают и пальцы рук, и ног, фаланги, ногтевые пластины. И до такой степени, что у пациентов часто отпадают ногти. А это такая страшная вещь, что некоторые врачи даже спорят, а псориаз ли – болезнь алопа. Жаль такое говорить в этом контексте, но это самое интересное проявление 10 видов псориаза. Их объединяет одно – это ваша кропотливая работа, которая старательная и годами вела к тому, что вы взрастили в себе псориаз. Вы в этом не виноваты. А вот ошибочное мышление о правильном питании, которое десятилетиями пропагандировалось на Западе ради лишней копеечки, заслуживает камня в огород. Чтобы убрать проявление псориаза, заказывайте безопасный в применении крем-псоникан или смотрите другие видео.